Добрый вечер! Сегодняшний обзор посвящен объективу, который называется Minolta AF2485 со значением диафрагмы от 3.5 на полностью открытой до 22. Объектив Minolta AF2485 произведен японской компанией Minolta. Годы производства конец 82.5-80-х, начало 90-х. Комплектация объектива это поляризационный фильтр циркулярный, то есть с вращающимся элементом. Передняя крышка объектива Minolta оригинальная, задняя крышка объектива оригинальная, крышка байонета и собственно сам объектив. Объектив достаточно интересный как по картинке, так и по конструкции. Имеет металлический байонет, что повышает его надежность при эксплуатации. Исключается возможность перелома вот этих лопастей байонета и соответственно выхода объектива из строя. Далее, объектив с изменяемым фокусным расстоянием, то есть фокусное расстояние изменяется вращением кольца от 24 мм до 8-10-5 мм. Надо отметить, что зум объектива и его фокусное расстояние достаточно ходовые и востребованные при съемке. Это, пожалуй, самый популярный диапазон, особенно его широкий угол 24 мм. Не так много столь доступных по цене объективов, имеющих в своем диапазоне 24 мм фокусного расстояния. Если учесть, что объектив еще к тому же и полнокадровый, то есть вы можете получить, снимая на полный кадр, полноценный широкоугольник 24 мм со светосилой с значением диафрагмы 3,5 мм. Диаметр резьбы под светофильтр 62 мм, то есть вот этот комплектный поляризационный фильтр, он имеет посадочный диапазон 62 мм. Так, далее. Под какие системы подходит объектив? Объектив может быть установлен как и на оригинальные камеры Minolta, для которых, собственно, он предназначался, так и на современные цифровые камеры производства Sony с байонетом A. То есть у объектива байонет Minolta A, Sony A. То есть все пленочные и даже цифровые зеркалки Minolta, и плюс современные цифровые камеры Sony, как полнокадровые, так и с кроп-фактором. То, что касается качества изображения. Качество изображения объектива высокое, скорость работы автофокуса средняя, диафрагма полностью исправна, прыгалка работает четко, электроника вся функционирует, автофокус. Наличие автофокуса экспозомера подтверждается на камере. Из недостатков стоит отметить некоторые дефекты на линзах объектива. Вот, собственно, под передней линзой имеются многочисленные прозрачные точки от высохшей соли. Далее, а также внутри межлинзового пространства возможно наличие мелких ворсинок, солинок. Все эти недостатки никак, а существенно не повлияют на качество изображения. То есть качество изображения объектива приемлемое, годное для съемки. Соответственно, объектив может быть использован по прямому назначению. В произведенном объектив в Японии и его основной главной характерной особенностью, я бы еще раз отметил, наличие 24-мм фокусного расстояния, наличие возможности съемки на полный кадр, возможность установки на зеркальные камеры Sony с байонетом А, ну и ходовой диапазон фокусных расстояний. Есть и портретные 85-мм, есть и 50-мм классические, есть и широкоугольный диапазон от 50 до 24-х миллиметров. Соответственно, объектив качественный, изготовлен из металла, качественного пластика и прослужит вам долгие годы. Если его использовать в нормальных условиях, соответственно, на долгую память и при его помощи вы получите множество качественных снимков и он будет радовать вас многие-многие годы. Вот такой вот качественный объектив, стоимость его 1500 рублей. Спасибо за внимание. А, еще хочется сказать, что, естественно, рекомендую его к покупке. Если нужен широкоугольник за небольшие деньги, добротный широкоугольник, то он как раз под эти цели подойдет. Так что можете приобретать. Продолжение следует...